понять, ну и собственно говоря со зданием понять, есть ли у отдела определенная дорожная карта, план, то есть что будет с этим зданием, прописано ли по годам, месяцам, то есть что будет происходить с этим зданием? Это не в отделе, это в администрации города, да, действительно создан перспективный план, отдел по собственности свою работу, нужно сказать, выполнил, у нас 17 объектов осталось, по которым вот нужно завершить работу, далее это проекты по переносу сетей, да, Александр Дмитриевич, далее проект сноса, вот это работа. То есть с нами проведена работа по смечиванию объектов, то есть тепловых сетей, перенос тепловых сетей, в смысле и водопровода, потому что транзитом через, на сегодняшний день при поснабжении 86-2, ну как оно было, так и идет транзитом через дом 86-1, вот, Для сбережения дома нами были установлены, то есть за практически весь первый этаж и часть окон второго этажа, где возможно доступность, ну в здании, закрыты все металлические двери, вывесены, установлены и работают камеры видеонаблюдения с прямым, Сразу у нас в ЕДДС идет трансляция в ЕДДС, наши диспетчера, работники ЕДДС видят его на большом экране в режиме онлайн, все, что творится вокруг 86-го дома. Для того, чтобы снести здание, нам необходим проект сноса здания, эту работу мы еще не, то есть начать начально, но завершить мы завершили, потому что здесь нужны определенные средства, которых у нас на сегодняшний день нет. Мы, наверное, будем, может быть, в первом квартале, его втором, то есть выходить на госсовет, когда корректировка будет, то выделение следствия, разработку проекта на снос. Без этого мы его не можем снести, поэтому такая вот работа. Но сейчас он в таком конкретно закрытом состоянии, то есть охрана производится, визуально она производится. И даже одного человека мы по видео увидели, быстро позвонили на 0-1, на 0-2 и поймали, но там комичная ситуация была. Женщина, она, наоборот, кошек кормила бедрубе в эту корню повезла. Но тем не менее наша полиция по горячим следам ее поймала. Вот такая вот, то есть здесь у нас все на контроле по 86-му дому, то есть теплоснабжение, водоснабжение, зеленого базара и 86-2, но идет нормально, никаких опасений нет. То есть функционирует система, коммунальная система, коммунальная система, работа на базаре. Единственное, что она сказала, 14, ой, 17, да, но это вы знаете, жители мы расселили, то есть маневренный фонд у нас никто не остался. А вот, ну, это остались те, у которых проблемы, но в основном, наверное, мы не можем им выплатить средства, потому что они, вот эти все 17 юридических и физических лиц, у них долги, и вот сейчас работа ведется наша с ними по какому-то урегулированию вот их долгов, потому что нам не Росреестр не подписывает, когда у человека долги, то есть они не смогут улучшить свои жилищные условия, если мы перечислим средства, а в службе свидетельных приставов их спишут. Поэтому вот сейчас работа ведется о том, чтобы каким-то образом эти люди гасили свои долги, и мы могли им перечислить средства. Слава Деньше, это дорогой проект? Да, он что-то уходит за 5 миллионов, так же предварительно. Мы еще сейчас будем делать запросы и предложения, но вот, примерно только в 5 миллионов, только в 5 миллионов. А там вот вопрос еще один, там внизу была эта частная клиника, они как с ними поступили, разошлись? Ну, как они выехали, и на сегодняшний день, насколько я знаю, они ведут, то есть они, скорее всего, подадут на нас суд. Ну, пока не знаю, еще не было заявлений, еще не было.